по поводу советов начинать и самое главное не просто хранить деньги сохранить здравый смысл сохранить спокойствие сохранить рассудительности возможности способных здравом анализу ситуации то есть самое главное чего нужно избежать это суеты паники беготни и собственно говоря таких хаотических непродуманных действий потому что очень многие реально теряют огромные деньги на том что начинает покупать рубль там очень доллар по максимально высоким отметкам как 16 декабря 2014 года когда скупали бабушки дедушки в регионах валюта по 85 90 100 рублей за доллар в ряде регионов даже такой курс был потом через три дня через два дня их высадили на 60 рублей за доллар и они побежали продавать и поэтому курс потом снова докупали на 72 продавали на 49 поэтому паники быть не нужно уже понять что мы идем к дну мы просто устойчиво тонем ситуация будет ухудшаться она будет превращаться в революционную предреволюционную то есть как бы все будет сыпаться бюджет платежный баланс субъекты федерации региональные бюджеты малый бизнес все что еще как-то росло будет уходить в тень и уходить из налогов доходной базы бюджета будет сыпаться везде и всюду и собственно говоря нужно понять что просто у рубля сегодня вот при том что и сегодня мы имеем какую власть как какую политическую систему абсолютно конкурентоспособную ту структуру собственности которая реально сегодня паразитирует на всем обществе на минеральной сырьевой базе и на советском наследие при этой всей этому статусе кво дорога рубля далеко вниз то есть не 80 не 90 не 100 не 150 рублей вообще не предел просто всегда помните что с 91 по 2015 год с учетом динаминации то есть зачеркивание трех нулей российский рублик американскому доллару упал по большому счету в 100 тысяч раз допускай даже тогда курс рубля был не 61 копейка а рыночный курс был 2 рубля там 3 рубля за доллар даже в этом случае мы упали с тех пор за 25 лет по отношению доллар более чем в тридцать тысяч раз этому пасть еще в три раза да вообще не проблема то есть как бы ну собственно а как а кто будет виноват а кто понесет ответственность кого кому сделают а я я и либо выговор на что там наби ульна силуанов улюкаев там греев не за куда ушли в отставку после кризиса восьмого года когда там обвалили рубль 22 там до 35 рублей либо в 2015 году когда четырнадцатом году когда была такая паника на валютном рынке никто все на своих местах они вам будут рассказывать что мы нашупали дно что кризис задняя задняя точка ли задний проход кризиса пройдет что мы сейчас будем вставать с колен нас будет новая индустриализация что у нас будет там не знаю мы на будет весь мир завидовать что мы тихая гавани суда там америка нам об завидуются ну а толку то что то есть как бы кто ответит за любой из этих слов за никто не ответит этом о нем как говорили что 35 рублей это хорошая точка для покупки рубля и продажи доллара и что ниже 37 рублей за доллар не надо ни в случае выше 37 рублей за доллар ни в коем случае не покупайте валюту потому что нам вас жалко потому что потеряете деньги поэтому все это наносно и все это пока звука все это папа все это большое такое что пито шоу то есть мы живем в мире иллюзии кривый зеркал и чем большим говорят что все хорошо тем ближе значит к сожалению конец к огромному сожалению поэтому не паниковать не суетиться деньги которые есть вкладывать самих себя своих детей в родственников развитие бизнеса если он у вас есть если вы понимаете что ваша ниша рынка рушится либо там выходить из в кэш и просто ходить валюту либо собственно говоря инвестировать уже дальше в основной капитал повышение производительности труда эффективности труда пытаться искать новые ниши понимая что в россии идет беспрецедентный по масштабам погром среднего класса если еще в тринадцатом году количество людей которые могли купить собственно говоря автомобиль было примерно 18 процентов населения еще купить за свои деньги даже немножко кредит взять то уже в четырнадцатом году таковы было 13 процентов в этом году будет меньше 8 то есть средний класс он скукоживается как как гайдара чубайс 90-е годы грохнули средний класс пускай да он был советский пускай он был там с мечтой колбасе я поездках в чехию да но он был хотя бы это бы люди интеллектуально интеллектуальные хорошо образованы профессионально не была хорошая работа не были кем-то в обществе то сейчас даже вот то что было коммерсы средний малый бизнес и те кто как-то крутился и будет все меньше и меньше их будет реально душить поэтому средний класс будет скукоживается нищета будет расти бедность будет расти реально нищих уже стало на 3 миллиона больше там 22 миллиона человек реально их уже по моим оценкам 55 60 миллионов человек то есть как бы реальный уровень прожиточного минимума он не там десять с половиной тысяч рублей а он все там 18 20 тысяч рублей поэтому смело 40 процентов населения страны в нищем можно относить к огромному сожалению пусть это реально позор на такой стороны как россия с огромнейшими природными запасами полезных ископаемых с колоссальным потенциалом с колоссальными крема там территориальными географическими условиями развития мы находимся сегодня в состоянии что мы недели реально как громче мы бедной и нищая страна и пропасть между богатыми бедными нищими бедным будет расти и собственно говоря вот вопрос когда холодильник победить телевизор когда люди поймут что вот им им клеем намазывают розовые очки на голову надевают потом сверху еще там 3d шлем на голову тоже так напяливают чтобы он покрепче сидел покажут красивую картинку что вот не суетитесь иначе будет украина будет северная корея либо будет к нему там загнивающая гейропа да реально уже понимать что главные как бы пятая колонна враги отечества это те кто валят рубль вает малый бизнес проводит секвестер бюджета к нил дорогой кредит это вам режет пенсии провалили пенсионную реформу кто монетизирует социалку то делать платный медицину здравоохранения вот это есть наши главные враги а то что они ставленники запада это что наберу но признат лучшим главой центробанка мира журналы евро по моему евро бенки и евро мани если ошибаюсь до который контролируется крупнейшими банковскими кругами великобритании америки бит о том что формально воеве с америкой у нас экономика и социалка рулят сегодня по большому счету агента влияния и даже сама пятая колонна и ставленники запада который будет в интересах глобального бизнеса транснационального капитала и зарубежных хозяев этому здесь ситуация что будет только-только ухудшаться и то что всемирный банк и международный валютный фонд они под просто полностью целиком поддерживать все что делать в центральной банке минфин они поддерживают и секвестр бюджет и повышение налогов налоговые сборы и тащи торговые сборы кадастрово оценку недвижимости повышение процентной ставки обвал рубля в три раза они все это поддерживают еще признают на бюль на лучше главу центробанка чтобы не дай бог на горизонте не появился кто-то там как вот уровня цены и сергей глазева потому что когда придут коммерсанты бизнесмены ученые даже кита там лоббисты к президенту путину скажут что ну ведь видишь до чего довела там или эльвира там сахиб задавана до страну до какого-то там нефлотного состояния он скажет но и и скажем что за счет и менять в консерватории другие лоббисты скажут как же она же лучший центробанкир как и куда лучше министр финансов а чубай слушай глава минфина тоже да и и чего с ним сделаете они же специально дают эту премию чтобы она была проводником их интересов геоэкономических в россии и чтобы ее было невозможно это другого человека тоже сигнал нам если вы хотите западом экономически дружить ваша политика должна быть той же ультралиберальной утроразрушительной деградационной антинациональной антисоциальной и с подавлением точек роста и частного сектора частного бизнеса малого бизнеса поэтому пока ничего не меняется